Доброе утро, мир, что ли, пишет мне, да, пишет мне, что я в эфире, похоже, даже не врет. Сейчас посмотрю, что вы присоединяете, и пойму, что это правда. Доброе утро, мир, доброе утро, люди, живущие в нем, традиционно, 9.20, утро с горбоч, прямые наши эфиры. Сегодня мы с вами будем говорить о саботаже продвижения, о саботаже продвижения своих услуг. О саботаже продвижения к своим целям, но преимущественно я буду говорить о продвижении услуг. В принципе, я в анонсе назвала эту тему как страх продаж, но когда стала анализировать, думать, что же я на самом деле-то этим хотела сказать, поняла, что анонс я составляла в воскресенье вечером после шока вы уставшая, и не очень правильно сформулировала. Потому что страх продаж бывает разный, в принципе, про страх продаж много говорят, и страх продаж может быть одним из компонентов саботажа собственного продвижения, саботажа продвижения своих услуг, продвижения себя в интернете, предложения своих услуг и так далее. То есть страх продаж – это очень, ну, с одной стороны, такая широкая тема, но на самом деле это может быть одна из компонентов общего вот этого явления. В принципе, поговорить я с вами хочу сегодня о саботаже продвижения. Да, как одна из компонентов, страх продаж туда тоже будет входить. Те, кто присоединяются, напишите, пожалуйста, вижу уже доброе утро, мир, доброе утро, мир, рада вас видеть. Здесь вижу в Facebook, вижу Instagram. Для тех, кто меня смотрит впервые, для тех, кто увидел меня в репостах друзей, наткнулся на запись в YouTube, каким-то образом порекомендовал Instagram, меня зовут Светлана Горбач, я психолог, психолог на всю голову, поднимаю людям самооценку и доходы. Быстро, больно, но эффективно. Так вот, поехали разговаривать. Это тема, о которой я сейчас буду говорить, одна из моих самых-самых любимых, и у меня очень большие амбициозные цели в этой теме. Сейчас подробнее расскажу. Я прям последнее время, последние несколько, ну, несколько, тоже не знаю, дней, недели, и, наверное, уже где-то около, ну, чуть меньше года. Чуть меньше года я прям серьёзно этим озадачилась. Найти тот инструмент, который будет максимально нейтрализовывать этот саботаж продвижения. Это та самая злая штука, которая сливает ваш бюджет, которая сливает ваши деньги, которые вы тратите на обучение продвижению. Я как-то встретилась с коллегой, шла на курсы, я рассказывала вам о том, что я сейчас взяла три дорогущих, крутейших курса, которые по продвижению, по продюсированию. Кстати, на следующей неделе, наверное, сделаю эфир по продюсированию. По продвижению, по продюсированию, по постановке голоса, по уверенности. В общем, набрала очень-очень много и разговаривала с коллегой. Мне коллега говорит, я, говорит, знаешь, уже вообще отчаялась и перестала эти все курсы покупать, потому что я их только складирую, я их покупаю, я их прохожу, а делать и внедрять я их не внедряю. И, говорит, я посчитала, сколько денег я уже потратила на курсы по продвижению, которые я себе купила, и поняла, что за эти деньги спокойно бы могла по меньшей мере купить машину. И я, конечно, слегка обомлела. Напишите знакомую, кто вот тоже так смотрит и думает, блин, очередной курс по продвижению, я уже столько вложила в это денег, да, а применять, и даже знания, наверное, хорошие, а применять не применяется, а применять, ну, как бы внедрять это все в жизнь не внедряется, и, соответственно, это тогда только траты, да, соответственно, это просто, ну, видите, безбуз, да, такое, забыла слово на русском, выкинутый на ветер, да, не могу, пытаюсь перевести и забываю, аналогично. Ага, аналогично что? Продюсирование мне непонятно. Продюсирование – это когда эксперт работает с продюсером, и когда, ну, условно, продвижением эксперта занимается продюсер, а эксперт занимается непосредственно своей деятельностью. Так вот, у экспертов есть много, у многих экспертов, которые не умеют, особенно не умеют взаимодействовать с аудиторией, есть много иллюзий про продюсирование, и многие эксперты прям мечтают найти себе продюсера, чтобы продюсер их продвигал. А вот, наверное, про вот эту историю тоже вам расскажу на следующей неделе. Применяется, но не об особого результата, и то одно и то же попадается. Не там учитесь, наверное, не знаю. Именно так. Желание есть, а времени в итоге нет. Вот. И бывает, да, история, когда времени в итоге нет, а бывает, когда вроде пытаешься применять, если одно и то же попадается, тогда, понимаете как, если попадается одно и то же, Светлана, и вы из раза в раз видите одно и то же, то либо вы не там учитесь, да, либо есть какие-то интересные фильтры, которые разницу и действительно действующие, внутри вас действующие инструменты, ну, отсекают. Потому что есть то, что дает, то, что дает на… Действительно, есть такие тренинги, которые ни о чем. Это прям тренинги, курсы, обучающие программы, расхваленные, распиаренные, шикарно. Заходишь и понимаешь, что, в принципе, ну, нового от слова ноль, от слова ни о чем. Такое тоже бывает. Так вот. Но может быть такое, может быть такое. Я не беру сейчас, да, я могу пофантазировать. Такое бывает. О том, что то, что говорится на курсе, преломляется через определенные фильтры человека, и человек не слышит то важное, либо обесценивает то важное, что на самом деле сработает, и на самом деле дает результат, а выцепляет только то, что уже известно, и только то, что, ну, как бы, ничего нового результата не будет, да, или нету. Одно из двух. Надо бы, ну, я бы здесь, конечно, поисследовала, почему я, когда покупаю, попадается одно и то же. Да, окей. Так вот. Есть такой волшебный прекрасный зверь. Ну, прекрасный в кавычках. Волшебный прекрасный зверь, как саботаж продвижения. И я, то, что я делаю, у меня прям самая большая моя цель на этот проект «Продажи за психологов», это максимально этого зверя обезвредить, нейтрализовать. Я, когда анализировала, что самое главное, это я с вами сегодня буду делиться своими открытиями, и своими, ну, вот, своими новыми, то, что я нашла, да, потому что я прям много ломаю с этим голову, много ищу. Я понимала, когда вы слышите саботаж продвижения, что первое, вот, какие первые причины этого саботажа у вас поднимаются в голове, да, вот первое, о чём вы думаете. Ну, почему человек, как вы думаете, может саботировать собственное продвижение? Как саботируется собственное продвижение? Да, не нахожу времени, нету времени этим заниматься. Занимаюсь чем угодно, но только не домашними заданиями. Занимаюсь чем угодно, но только прослушаю потом, особенно если многие курсы в записи, либо многие курсы, понятное дело, предоставляют запись, и включается, говорю, ну, запись я посмотрю потом, да, то есть не смотрят задания, да, не выполняют домашние задания, выполняют через 10 лет, когда актуальность продвижения, ну, приём продвижения уже потеря. Не могут заставить себя начать что-то делать. Да, страшно ему, может быть, ещё, причём тут интересный такой вопрос, страшно, что на самом деле. Тут можно две, ну, два момента встретить, что там страшно. Да, я вот в предыдущих поток, потому что страшно получить результат. Ну, Вика, ты прям, моя школа, прям, прям сразу и почти в десятку, почти не дала, да, и там что, почему страшно получить результат, тоже этот момент важно следует. Смотрите, в предыдущих потоках, и это важно, и это то, что мы делали, и будем делать, я обнаружила такие три основных пункта, по которым встречается, включается, простите, такой жёсткий саботаж продвижения. Три основных пункта. Пункт первый – это зависимость от мнения. Я об этом говорила, да, я сделала технику, как, из серии, а вдруг получится, и что, если получится? Да, а вдруг получится, и что, если получится? Первое – это зависимость от мнения. Это ещё про процесс. Это ещё про процесс, да. А вот я сейчас напишу, там, как сказала Горбач, да, или там, как сказал какой-то другой тренер, а меня прочитают мои коллеги, или моя мама, или мой муж, или мои там подружки, и закидают, засмеют, закидают гнилыми помидорами, скажут, что нельзя так себя вести. Плюс в некоторых направлениях, вот я уже рассказывала об этом, я была сильно удивлена, когда мне коллега поделилась, в некоторых направлениях не разрешат, обучают. Я сейчас говорю про помогающих практик. Так вот в некоторых эзотерических направлениях, в некоторых духовных направлениях учителями насаживается идея о том, что говорить и заявлять о себе вообще нельзя. Ну так, знаете, чтобы не плодить конкурентов, ну, по моё мнение. То есть иногда учат так, чтобы ученик не мог стать конкурентом учителю. Знаю, что говорю сейчас вещи, на которые многие могут там встрепениться, и типа ай-яй-яй, и так не принято. Не принято, но правда. Не принято, но правда. И в некоторых направлениях учителя говорят о том, что ты можешь использовать эти знания не раньше, чем через три года. Или там нельзя вообще заявлять о себе, ждите, пока разрастётся сарафанная радиус. Какого перепугу оно должно разрасти? Значит, заставится плесень, если долго не проветривать. И вот этот вот момент, зависимость от мнения, очень сильно, это такой первый пунктик, да. Зависимость от мнения мы очень чётко, очень красиво отрабатываем на продаже, буквально в первых блоках, в первых днях на продаже для психологов, суперправда, вот. Да, просто об этой правде как-то не очень принято говорить. Ну как же, учитель, да, учитель. Ну да, да. И у меня была коллега на продаже для психолога, которая буквально, ну там, голосовыми мы общались, и она говорит, Света, начинай говорить об этом, потому что, ну, потому что это правда, потому что я только у тебя на курсе поняла, что, оказывается, говорить можно и нужно. Потому что учат о том, что говорить нельзя. Причём сами, понятное дело, ну, сами, понятное дело, говорят. Да, поэтому я об этом уже говорю тоже. Зависимость от мнения окружающих может быть и в контексте учителя, но на самом деле азы, не азы, простите, да, зародыш вот этой зависимости от мнения идёт с очень раннего возраста, с взаимоотношений с родителями. Поэтому мы начинаем работать с снятия, с разделения вначале самых главных, да, с снятия зависимости от мнения самых главных фигур. Например, зависимость от мнения мамы о моей работе, снятие зависимости от мнения, там, папы, мужа, да, близких, и потом это всё и учителей. И потом зависимость от мнения, она, ну, человек перестаёт быть зависимым от мнения. Это не про то, что мне плевается, это про то, что окей, твоё мнение – это твоё мнение моё, а мои действия – это мои, да, и твоё мнение про мои действия не имеет ко мне никакого отношения. Нет, это не сепарация, нет, это не сепарация. Я не берусь работать с сепарацией на продаже для психологов, да. Моя задача на продаже для психологов – не лечить травмы, не проводить сепарацию, то есть это всё-таки продажи для психологов. Да, психологи, коучи, игропрадки, помогающие, массажисты, помогающие профессии. У наших братьев, помогающих в профессии, есть определенные особенности, поэтому некоторые нюансы должны быть учтены. Я очень хорошо знаю эту свою среду, эту свою братью и их учитываю. Поэтому нет, это не сепарация, это в терапию. Моя задача сделать так, чтобы не сепарация, не проведенная сепарация, какие-то стоп-установки, какие-то наследия, какие-то, сейчас будем говорить дальше, не влияли на продвижение клиентов. Слышите, да? Я не лечу на продажи на психологов, я не занимаюсь травмотерапией. Хоть я и травмотерапевт, вы меня смотрите, вы знаете, что я с шоковой травмой работаю, с травмой развития работаю, и с инкарнационными травмами, значит, с очень разными видами травм и зарядок я работаю. Но на продаже для психологов нет такой цели, это другой проект. С травмами я работаю в других, и в сепарациях хорошо, она косвенно задевается на самом деле, косвенно задевается. Она хорошо прорабатывается на СМ, на социальном мужестве. Мы не говорим о том, что это сепарация, да, я не проговариваю о том, что там сепарация прорабатывается. Но на самом деле возвращение себе власти над своими процессами, забирание себя, да, проживание, да, возвращение себе права проживать свою жизнь, вне зависимости от мнения социума, мамы, папы в том числе, в первую очередь на самом деле, это и есть сепарация. У меня нет на ПДП такой цели. Я беру на ПДП, вот то, что я делаю на продаже для психологов, то, как я веду коллег, да, я отсоединяю, я делаю так, чтобы получилось отсоединить влияние, да, закрыть влияние именно на этот контекст. Вот этот вот момент, который я себе буквально ставлю целью и ломаю голову, и каждый раз ищу все новые и новые инструменты, и это то, что отделяет мой проект от всех остальных. Поэтому там нет ни сепарации, но нейтрализация, зависимости от мнения, да, родительского коллег, это первый пункт. Второй пункт про саботаж и продвижение. Действия полезнее разговоров, да, действия полезнее разговоров, это прям точно. Стоп установки, ну это понятно тоже, да, те, кто меня слышали, вы знаете, те, кто меня слышали, знаете, да, про ограничивающие убеждения, их мы на продаже для психологов находим овер дофига, простите за слэм по-другому, ну, можно сказать по-другому, но это не передаст полноту происходящего. И все вот эти убеждения, которые мешают работать с продвижением, которые мешают работать с составлением контент-планов, планов на год, составлением финансового плана, понимание аудитории, ну, про понимание аудитории, полевые тесты, это потом расскажу, про то, как вообще на самом деле психологи, это доступно только психологам. Ну, и тем, кто понимает чуть-чуть в бизнес-расстановках, можно тестировать свою аудиторию, оптимальную цену, вилку цен, продукт, отношение к продукту, то, для чего клиент покупает. Это все можно исследовать буквально в поле, и это круто работает, очень круто работает. Но про это я буду рассказывать потом. Убираются эти стоп-установки. Это второй пункт, который включает саботаж продвижения. И личные финансовые потолки. Я недавно сидела, писала об этом, недавно сидела на созвоне, курс по продюсированию, а я попала в десятку таких хороших, опытных уже продюсеров, попала туда, уж не знаю, случайно, не случайно, я-то никого никогда не продюсировала. Я сейчас работаю с экспертом, да, как продюсер, начала работать с экспертом, как продюсер, но это мой личный интерес, такой большой мой вызов себе, в первую очередь, понятное дело. Но за счет того, что я постоянно, то есть у меня запуск, мои запуски, они же происходят не раз в полгода, да. У меня запуски, каждый месяц запускается какая-то группа, некоторые из них закрываются сильно до того, как они вообще как старт начинаются. У меня, получается, запуск каждый месяц и общие суммы запусков, ну, позволили мне зайти в десятку сильных продюсеров, ну, наверное, относительно сильных. Понятно, что есть всегда куда расти. И вот я сижу на созвоне, условно такая планерка продюсерская, да, и одна из коллег говорит, обсуждаются эксперты, она говорит, уникальный случай, классный эксперт. С вот этим все хорошо, с вот этим все хорошо, а с вот этим вот экспертом говорит, что бы я ни делала, что бы мы ни проходили, какие бы фишки ни внедряли, выше 600 тысяч не поднимаемся. Вот 600 тысяч, это патология, я не понимаю, в чем дело. И там, ну, мы стали уже разбирать, я взяла пообщаться, говорю, слушай, там, похоже, просто финансовый потолок у эксперта. И, ну, не можешь пробить, там будет происходить все, что угодно, пока не начнете прорабатывать психологию, вот эти вот ограничения самого эксперта, ни один продюсер не поможет, ни один продюсер не спасет. Если у самого эксперта жесткий потолок. Ну, потому что с другими экспертами там все хорошо, то есть это не потолок продюсера. И вот эта вот история про внутренний финансовый потолок, она тоже может косвенно включать саботаж продвижения. Она тоже может делать так, что человек, ну, не двигается дальше. Не, не может. У него он как будто бы становится, да, вот он бьется головой, внешне это выглядит как нехватка сил, например, как нехватка времени, как не могу себя заставить, как вместо того, чтобы провести эфир, побегу борщ сварить, да, или там генеральную уборку начать сделать. И это такие вот три основные пункта, с которыми мы работали в ПДП в прошлые подоки. И есть еще два. Я поняла, сидела, анализировала, поняла еще два очень-очень важных. Они обобщают. Они, с одной стороны, вроде обобщают, с другой стороны, они гораздо более глубокие. И сейчас начну говорить, я думаю, вы со мной согласитесь. Это два запрета. Два запрета, с которыми мы раньше в ПДП не работали. И я сейчас придумала технику, придумала, как это делать, как можно с этими запретами справиться, потому что, в принципе, с ними, конечно, надо бы справляться через тело. Это первый запрет на действие. Запрет на действие. И второй запрет – это запрет на результат. Запрет на действие и запрет на результат. Я реально сейчас очень много работаю для того, чтобы… Есть у меня такая большая цель, у меня есть несколько проектов, которых я очень люблю, и вот ПДП один из них, и большая цель сделать этот проект таким, чтобы там максимально сопротивление просто отпадало, просто не мешало, не влияло. Как похоже, слиться во что-то домашнее в ответственный момент. Да, Танюш, я понимаю, что это похоже. Я же это, понимаешь, не с пальца придумала, я же это реально исследую, реально работаю с этим. Поэтому очень понимаю, что похоже. Запрет на действие и запрет на результат. Может сработать какой-то один запрет, может быть два, оба. Ух ты. Может быть оба. Запрет на действие и запрет на результат. И это такие глубокие штуки, в глубоком бессознательном, до них тяжело-то докопаться. Я реально сейчас долго думала, ну похоже, у меня получилось. Как можно без длительной работы в телеске, в телесно-ориентированной терапии, потому что это включается в очень раннем, часто еще в довербальном периоде. Сейчас объясню и расскажу, где. Максимально это нейтрализовать. Появились, что моя тема вторая, последних, два последних запрета. Может быть, запрет на действие отзывается. Может быть. Смотрите, что такое запрет на, давайте так, что такое запрет на результат. Пока что мы, они связаны. Запрет на действие, запрет на результат. Маленький ребенок 8 месяцев начинает ползать. То есть, маленький ребенок 8 месяцев начинает ползать. То те, кто у меня на социальной мужестве, вспоминаем, да, автономия, когда мы ползаем за игрушки. У меня есть проект, когда взрослые люди ползают на четвереньках и собирают по комнате игрушки. Я еще и так им занимаюсь. Я вместе с ними в совершенно, в абсолютном восторге ползаю. И вот ребенок ползет. Да, он такой, он становится. Что он делает? Он становится, он раскачивает. Я не говорю, что мы будем это делать на ПДВ. Для этого есть другой проект. Он раскачивает. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Да, ты говоришь, вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Видит что-то интересное. Срывает от места. Ты такой, пополз, 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 пополз. Взял. И что сделал? Потянул в рот. Присвоить. Да? Доползти. Взять. Присвоить. В большинстве случаев, что в это время делает мама? Что в это время делает мама, либо взрослый человек, который в это время берет на себя ответственность за безопасность ребенка? Мама говорит, брось каку. Отбирай. Я же не говорю, что мама плохая. У мамы свои контексты. Брось каку. Не бери с пола в рот. Оттягивает, перенаправляет. Садит в манеж. Чтобы и ползал. Понятное дело, что у мамы есть на это свои основания. Понятное дело, что у мамы на это, ну, она это делает из лучших побуждений. Как умеет в том периоде, так и действует. Да? Но в это время, я сейчас не буду вам просить, отбирает в целях безопасности. Конечно, отбирает в целях безопасности. Куда тянешь в рот? Ес. А если еще потом, чуть позже, в более поздней возрасте, розетки и гвоздики, так это же вообще веселая штука. И что делает, да, что, а по факту, как это считывается ребенком? На каком-то этапе ребенок, в зависимости от того, на каком-то, ну, на каком возрастном, в каком возрастном периоде это происходит? Там разная, многосоставляющая схема, на самом деле. Я сейчас не буду полностью всю схему рассказывать. Ее больше полугода, надо вообще просто знакомиться с ней. В зависимости от определенных факторов происходит следующее. Человек либо отказывается от действия, отказывается ползти дальше. И внешне это выглядит совершенно прекрасным образом. Ребеночек вроде там ползал-ползал, а потом привык сидеть и играться. И становится таким очень хорошим. Он вот сидит, то, что мама дала, вот он тем и играется. И дальше он особо не ползет. Спокойный ребенок часами мог играться на одном месте сидя. Говорит довольная мама. Это один формат. Другой формат. Ребенок отказывается от результата. То есть он обесценивает результат, он не может получить результат. Для того, чтобы... Потому что как только ты получишь результат, он станет не твоим. И тогда, чтобы не переживать боль отобранного результата, либо обесцененного результата, некоторые ребенки, выросшие ребенки, могут отказываться от... Иметь запрет на этот результат. Это как, знаете, не влезай, убьет. Там на самом деле так больно, что лучше туда не влезать. Не влезай, убьет. И получается запрет на результат. И вот эти два больших запрета, они являются, как по мне, как мне видится, являются таким недостающим звеном. Я не знаю, может быть, когда я буду делать четвертый поток, я, может быть, вообще что-то по-другому найду. Но верно на сейчас, из того, что я наблюдаю, из того, что я сейчас исследую и работаю, это таких два больших звена, такое недостающее звено в саботаже, в невозможности либо начать действовать, либо получить результат. Невозможность исходит из вот этого вот очень раннего периода. Есть еще более поздние моменты, когда ребенок входит уже в такую структуру силы своей и отказывается от силы по разным причинам. Да, это вот с двух лет приблизительно, то есть первый период с восьми месяцев до двух, двух с половиной лет. И в следующий период, это уже начиная с двух лет до четырех-пяти лет, откликнулось, это будет, откликнулось, да, откликнулось, это будет не моим. Да, это будет не моим. Примерно вот так вот оно звучит. И поэтому не влезай, убьет. Поэтому, ну, как будто бы у меня нет права на результат. Еще люди иногда говорят, знаете как, ну, я не могу, ну, как бы это как будто бы случайно, это как будто бы не я, это как будто бы мне этот результат как будто бы не мой, мне не принадлежит, да, и вот как будто бы это будет не моим, да. Есть более поздний такой период, когда ребенок встречается с силой, с границами своей силы, и там тоже может быть запрет на действие и на отстаивание своего. Запрет на действие и на отстаивание своего. Я, на самом деле, сделала одну интересную очень технику, опробовала её на участниках КЭСов «Грани денег», и считаю это вообще совершенно своим прорывом по работе с травмой, не с шоковой травмой, не с травмой развития, но там мы работаем, в КЭСов есть такая понятие денежной травмы, та фиксирующая ситуация, которая ограничивает сейчас мои доходы. И это такая, это новая технология, больше точно нигде нет, потому что я пока её придумала, ходила такая, варила всё время, я знаете, как придумываю, я идею себе закидываю в голову, и она у меня там варится, я вот хожу, если я не занимаюсь, не работаю с клиентами, не веду эфиры, а какой-то другой деятельностью, занимаюсь не головой, она у меня всё время нон-стоп, поиск, 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 я сейчас смотрю на то, что происходит в группе КЭСов, бомба просто, это, по-моему, самый сильный поток за всю историю существования игры, из того, что я наблюдаю. Я, конечно, веду её один раз в год только, но это получилась бомба. Ведущие, которые в январе, держитесь, вам предстоит. И вот эту же технологию, её никто больше не использует, вот эту технологию работы с застрявшими телесными реакциями, создавшимися телесными реакциями через такие вот почти медитативные практики, соединение медитации и тела, через вот эту вот будем на АПДП, будем высвобождать, будем убирать запрет на действие, запрет на результат. Вы можете обнаружить их очень просто. Я вам сейчас дам упрощённую версию, ну просто потому, что в полную версию я вас повезти сейчас и не могу, и не буду. Полная версия будет на АПДП. Представьте, вспомните, пожалуйста, себя, насколько, вот чуть так, знаете, можно даже со стороны вспомнить себя. Нет, не будем ползать. Вспомните ситуацию, когда вы, как Таня написала, важный момент переключиться на какие-то домашние дела. Вспомните ситуацию, когда вам нужно сделать что-то для своего продвижения, а вы не делаете. Ну занимаетесь чем угодно, мочите себя при этом, да. Ну потому что, что же делают коллеги. Я тут вот сейчас, опять времени не нашлось, да что ж такое, я такая там, и такая вот такая, и вот такая ещё немножечко, и сбоку ещё вот немножечко вот такая вот. Когда вы саботируете продвижение, либо когда вам страшно написать какой-то пост. У меня в прошлом потоке была коллега, я думаю, она будет в третьем, тоже зайдёт. Это вообще просто бомба была. Это такие преодоления, потому что, причём она такая была не одна, просто она во второй поток зашла, ну он для неё был первый. Когда первые посты истории начала свои делать, она плакала. То есть она преодолевала через такой страх, что она плакала и делала, плакала и делала, получала, а отклик от аудитории, начала получать клиентов, ну и была просто вот в преодолении этого действия, в преодолении этого, этих запретов. Вспомните ситуацию, напишите, что есть, да, что вы вспомнили, чтобы я понимала, что могу говорить, что дальше. Вспомните, пожалуйста, ситуацию, когда вы, вот та ситуация для вас, которая значит, что вы вот саботируете, да, что вы почему-то, не знаю, как-то так выстраиваете графику, то я, например, сейчас точно саботирую, саботирую. Я уже споймала, уже, в принципе, придумала, что и как с этим делать. Я саботирую спорт. У меня там истории были, да, и я, похоже, саботирую спорт. На следующей неделе, скорее всего, вы от меня увидите, те, кто смотрит мои сторис, увидите сторис о том, что я вернулась и, наверное, предложу вам такой совместный марафончик. Есть, есть, ага, есть, отлично. А теперь начните прокручивать, вот вспомнили эту картинку, и начните прокручивать в таком, знаете, в замедленном темпе. Вот эти же мысли о том, что, блин, ну надо же что-то делать, ну тут же борщ, или, блин, ну надо же что-то делать, ну тут уборка, или там с ребенком куда-то пойти, или отвлек кто-то, или с мужем побыть, или с женой побыть, или, ну вот это вот все. И вот этот вот коктейльчик, он такими быстрыми пролетает, да, он вскользь, ну чтобы не зацепилось, чтобы не почувствовать. И вы делаете в замедленном темпе. Настолько в замедленном, чтобы весь ваш фокус внимания нырнул в тело. То есть замедлится до уровня такого останавливающегося тела. Замедляющегося времени. Сейчас вы пока это делаете, я прочитаю. У меня так, все, что касается освоения технической стороны, вопроса, работа в соцсетях. Мочу себя по полной, вспоминаю возраст, и все, что можно и нельзя. Да, вот. А теперь вот в этот момент, да, еще до того, как мочишь. Вот момент, когда саботируешь. Замедляйте. И вы, и просто, а что чувствует тело, когда вот эта вот мысль приходит, что надо что-то делать. Там есть очень тонкая реакция, вы как будто бы замедляете время, как будто бы его растягиваете. Так, как будто бы делаете такую медленную-медленную съемку. И в этот период, напишите, когда получится, вот в этот вот период у вас в теле мелькнет какая-то странная реакция. Она такая быстрая, молниеносная, потому что мозг сразу же переключается на борщ. Понятно, что борщ метафорический, да? Мозг сразу переключается на борщ. Но есть вот такая вот странная какая-то реакция. У кого-то это будет сжатие, у кого-то это будет такой импульс, как будто бы побежать. Ага, тошнота, медлення. У кого-то, только вы наблюдаете за этим, да? Вы не полностью погружаетесь. Какая-то часть вас наблюдает за этим. То есть вы не ныряете полностью туда во хлоп. А вы, ну как будто бы, если бы я ввела вам практику. То есть вы же на какой-то частью со мной. Вы же слышите меня, да? Вы видите картинку на экране. Я только увидела, что у меня Варя. Видите, у меня есть Варя, мой помощник. Сжатие, тошнота, мигрень. Вот этот момент. Посмотрите на эту реакцию, на это сжатие. У кого-то тошнота, мигрень, таблетка. Вот на вот это вот всё. Посмотрите со стороны, как на котёнка, который очень сильно старается заслужить вашу благодарность. Который каким-то образом сильно задыхает. При этом сохраняем, пожалуйста, да? Который каким-то образом очень сильно старается вам услужить. Знаете, вот котёнок хотел вас повеселить и разорвал шторы. Но он очень старался. Потому что когда-то, когда он на штору прыгнул, вы улыбнулись. Вот когда-то он на штору прыгнул, вы улыбнулись. А потом этот котёнок вырос, но всё ещё старается вас навеселить, поэтому он прыгнул на шторы. Штора разорвалась. Но он старался повеселить. Он старается для вас. И попробуйте, скажите ему спасибо. Теперь ты свободен. Это простая вера, это упрощённая вера. Там будет более глубокая работа, понятное дело. Но я в таком формате в глубину не поведу. Спасибо. Да, я тебя увидела. Я признаю, что всё, что ты для меня сделал. Спасибо. Мурашки. Конечно. Спасибо. Вот попробуйте почувствовать, что, боже, это... Ну да, он порвал шторы. Но шторы я сейчас сошью, я поменяю новые. Но он просто не знал, что теперь на шторы прыгать нельзя. А это очень умный котёнок. Или очень умный кот. Там этот кот просто вырос в леопарда уже. Но он всё так же припрыгнул на шторы. Просто, чтобы вас порадовать. Да, это не держит штором, в общем-то, хана. Но он старался. И вы ему говорите спасибо. Теперь ты свободен. Теперь так делается. Теперь можно перестать так делать. И напишите, что происходит. И что происходит с телом. Потому что в этот момент может начаться тремор в теле. Это нормально. Просто наблюдайте. То есть, если у кого-то включился тремор, пошла дрожь. Или просто вы замечаете, что руки затряслись. Или ноги затряслись. Это окей. Просто наблюдайте. Ощущение могу и сделаю. Да. Слёзы. Плакать. Можно. То есть, любую реакцию, пожалуйста, не останавливайте. Потому что то, что вы сделали сейчас, мурашки волнами. Не останавливает. Просто наблюдать. То, что вы сделали сейчас, мы... Сейчас я попробую объяснить вообще масштаб происходящего. Я сейчас внутренне просто... Ну, просто вот... Это получается, получается. Сильно реву. Плакать. Можно плакать. То, что вы сделали сейчас, таки есть тремор. Слёзы полились. Да. Прожить это. Проделать это. Можно прореветь. Это нормально. Это норма. Пожалуйста, не останавливай. Просто дать этому заряду выйти. Мы сейчас за несколько минут сделали то, что в некоторых случаях берёт много, долго часов терапии. Показалось, что я в практику не поняла, как делать. Но слёзы и мантаж. Прекрасно. Не надо понимать. Леночка, это можно не понимать. Мы сейчас ухватили хвостик сопротивления, нырнули в этот период восьми месяцев и сделали разблокировку там. Понимаете, что вы сделали? Поэтому можно не понимать. Не обязательно понимать. Я просто столько времени вот этой вот моей варева внутри, чтобы прийти, как это можно, ну вот как это можно споймать, что можно не понимать. Если надо будет, я вот тебе потом при встрече расскажу вообще всю систему и всю схему, как это. Это бомба, понимаете. Вы споймали сопротивление, вот оттенок, да, мы замедлили, потому что нож пролетает, замедлили, споймали кусочек, протянули ниточку вот в момент зарождения, да, когда, ну, когда условно, или те чувства, которые ребёнок проживает, когда он схватил и ам-ням-ням-ням-ням, и мама забрала. Смотрите, какой там вообще у дитя, для ребёнка это важно. Это для нас взрослых кажется, господи, фигня, или там, боже, какой ужас, не знаю, пытается коту хвост откусить, да. Для ребёнка это цель, понимаете, это цель его существования в том периоде. В том периоде это цель его существования. Ребёнок в очень раннем периоде живёт только на, собственно, на драйве жизни, на движении жизни. Если это движение обрубается, это, ну, на самом деле, очень такие серьёзные вещи происходят, с которыми потом работают психотерапевты. И теперь посмотрите, вот когда сейчас постепенно будет сходить на нет, пока я говорила, боже, 10 часов, всё, сейчас заканчиваю, постепенно будет сходить на нет, тремор будет сходить на нет, слёд будет, ну, сейчас постепенно будет приходить успокоение, и вы сможете обнаружить что-то новое. Вы сможете обнаружить, что вот в том моменте, когда, если вы представите опять момент, когда вы, ну, как будто вы там борщом занимаетесь, У вас как будто бы появилась такая минутка, где вы вдруг понимаете, что можно остановиться и, в принципе, можете говорить, потом сейчас пока есть пару свободных полчаса, пока, не знаю, ребёнок в школе, муж ещё на обед не пришёл, ну, либо, не знаю, ваши распорядки. И у вас вдруг как будто бы появляется такая, вот знаете, вот момент выбора и выбрать осознанно заниматься борщом или продвижением. Да, был такой сын, схватил большую чесночину, жуёт и рядает моё солнышко, но не отдаёт обратно, и отобрать невозможно, да, такое бывает. Ага, вот в этот, и на самом деле вот это результат проработки. Я не говорю про то, что вы должны сейчас там положить, условно, борщ и пойти заниматься этим, но эта проработка, она даёт выбор, не автоматическую реакцию сбегания, а выбор. Я сейчас хочу варить борщ или потратить время, вот что я прицепила с борщом, надо борщ себе, либо сварить, либо заказать. Наверное, я хочу борщ, я не знаю. Либо, да, выводит вас из автоматической реакции саботажа, из автоматической реакции избегания собственного продвижения. Вот в этот момент выбора, когда вы можете, когда вы становитесь свободны и можете выбирать, заниматься борщом или заниматься собственным продвижением. Окей, это было всё на сегодня. Я с вами поделилась, на самом деле, своим буквально вчерашним открытием. То есть я вчера, когда работала над этим проектом, и это такая вот, блин, моё ноу-хау. Знаете, то, чего нет точно ни в одном проекте, потому что так сопротивлением не работает никто. У меня уже горят лапки. Я на сегодня с вами буду прощаться. Для тех, кто у меня был в продажах для психологов, для тех, кто был, пожалуйста, у вас есть право повторного участия. Вы об этом знаете, но при всём при этом. Вам написала Ольга, мой ассистент, Ольга Малевицкая. Пожалуйста, ответьте ей. Это очень важно, и, собственно говоря, и для вас же тоже делается, и для меня там всё подробно, все вопросы. Это вопросы про то, как вам кажется, ещё можно улучшить этот проект, чего вам не хватило. Для меня очень важно это знать, и ваши отклики для меня тоже очень-очень важны и очень ценны. Это что касается тех, кто у меня участвовал уже в проекте. Тех, кто у меня не участвовал в проекте, welcome. Если вы хотите на этот, на самом деле, знаете, крутейший проект, вот реально не без ложной скромности, не постесняюсь. Блин, такого не делает никто. И на такую технологию никто не выходит ни в одном проекте по продвижению. Света, как? Спасибо большое, очень-очень рада. С 10 числа, с 10 числа стартует проект продажи для психологов. Пожалуйста, напишите Ольге Малевицкой, ассистент, если вы хотите участвовать. Она вам даст все условия, всю информацию, реквизиты для оплаты. В ближайшее время уже будет чат новый, потому что я ещё буду делать небольшую предподготовку к этому потоку. К этому потоку нужно быть готовой. Вы крутая. Спасибо большое, Аленыч. Всё, прекрасно. Это всё на сегодня. Завтра мы, по-моему, с вами будем говорить о конфликте между собственниками и бизнесом, и проектом. Не помню, но что-то там было про... Завтра мы будем работать уже по картам. С октября будет стартовать аквариум по денежным расстановкам. Это будет в открытом... Я ещё не знаю технологическое, как я сделаю, но я это точно сделаю. С вами прощаюсь до завтра. Делитесь, пожалуйста, эфиром. Очень надеюсь, что вам это было полезно. Сохраняйте себе эфир. Сохраняйте... Делитесь эфиром с друзьями. Этих техник нигде больше вы не найдёте, потому что придумала, как с этим работать я. Всё. Вам пока-пока. До завтра. Завтра в 9.20. Запланируйте быть. Приглашайте знакомых. Хорошего дня и пока-пока.